Снежана Поликарпова пришла на диспансеризацию после перенесенного ковида. Полгода назад заразилась коронавирусной инфекцией, и вместе с характерными признаками заболевания пришли и другие симптомы. Болезнь ударила по всем слабым местам. Это нервная система, это гастрит, это бессонница усилилась. Все, что у меня было, все усилилось в разы. Поэтому я пришла на диспансеризацию, чтобы избежать каких-то еще более сильных последствий. Теперь Снежане, как и многим, кто переболел коронавирусом, положена расширенная диспансеризация. Она проводится в два этапа. Пациенты сдают анализы крови и мочи, им проверяют уровень холестерина, глазное давление, артериальное, пульс. Также они проходят осмотр у гинеколога, мамолога, делают кардиограмму сердца. Добавились и новые методы исследования организма. Например, сатурация, измерение кислорода в крови, тест с шестиминутной ходьбой, а также дополнительные анализы. Дополнительно проводится общий анализ крови развернутой. Это биохимический скрининг, где выявляются риски. Плюс выполняются исследования лабораторные ТТ-димеры. Это выявляется пациентам, кто переболел средней степени тяжести, либо тяжелая форма новой коронавирусной инфекции, для выявления рисков тромбообразования. Поэтому пациенты, которые прошли данное исследование, и оно выше 2-2,5 раза, пациенты направляются на дуплексное сканирование вен нижних конечностей, чтобы найти уже скрытые формы патологии, которые могут привести к острым состояниям. Это инфаркты, инсульты. При наличии показаний пациентов могут направить и на КТ легких. Как самарцы проходят диспансеризацию, проверил директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Самарской области Владислав Романов. В прошлом году из-за пандемии отменили плановую диспансеризацию. В этом ее восстановили в полном объеме. В территориальной программе заложено 1,322,000,000 рублей. Дополнительные средства из федерального бюджета с 1 июля выделили и на расширенные медосмотры для людей, переболевших ковидом. В среднем стоимость диспансеризации у нас в районе 2000 рублей, правопосмотра 1,896. Это те дополнительные средства, которые придут в медицинские организации. В приоритете у нас первые две группы пациентов – это пациенты с коморбидными состояниями, у кого есть какие-то хронические заболевания. Таких пациентов у нас 176 тысяч. Все списки выверены с лечебными учреждениями и с федеральным фондом. Пациентов приглашают на процедуры работники страховых компаний территориального фонда ОМС. Обзванивают и сами поликлиники. Более того, обратиться можно самостоятельно. Расширенную диспансеризацию проводят по записи как в будни, так и в выходные. Светлана Кудрявцева, Николай Сидоров. События.